Подсказка такая. Если есть две полосы одинаковой ширины, то их пересечения ромб. Совершенно верно. То их пересечения ромб. Условия. Если у нас есть два конкурента прямоугольника, которые расположены так, что каждая сторона одного пересечена с двумя сторонами другого. Но при этом АВЦД конкурентно прямоугольнику H3B6C3D6D. Доказать, что площадь пересечения не меньше половины площади прямоугольника. Так вот, ребята, подсказка, которая практически решает задачу, это вот, что такое. Если есть две полосы одинаковой ширины, то пересечения это одно. Ну, это действительно. Если у нас есть параллелограмм, в котором высоты одинаковые, то автоматически у него истерно одинаково. Давайте вспомним, каким свойством обладает его, как устроена диагональ ромб. Пересекать по 90 градусов. Диагональ ромба перпендикулярна. Правда, что мне стало толку, если я этих диагоналей не увижу. Но! Есть еще одно свойство. Смотрите, пожалуйста, каким свойством обладает вот этот отрезок. А бисектриса. Бисектриса, конечно. Если аккуратно нарисовать, равным, так, что будет равным, то это будет бисектриса. А этот отрезок, что? Тоже. Тоже бисектриса. Значит, ребята, если я здесь возьму вот эту вот точку пресечения вот этих кремлеров, и здесь возьму эту точку, то когда у меня все хорошо, правильно нарисовано, каким свойством будет обладать вот этот отрезок по отношению к этому бисектрису. Это будет бисектриса. На моей картинке это, разумеется, смешно выглядит. Кстати, сделайте себе хорошую картину. Нужно было парту предложить. Итак, вы сейчас пытаетесь везде ввести красный драйв на шею. Я хочу ввести красоту в машине. Вот один прямоугольник, вот другой, правильный прямоугольник. Итак, пересечение этого и этого, и здесь пересечение. Утверждение такое. Если все хорошо, точно нарисовано, то вот эти углы равны, и вот эти вот углы тоже равны. Так, дальше вот здесь вот. Если здесь я рисую, утверждение такое. Вот эти углы будут равны, и эти углы равны. Пока непонятно, извините, зачем это нам надо. Но если вы посмотрите внимательно, то вы сможете доказать некоторое утверждение о проведенных на рисунке отрезках. Догадайтесь, чего я сейчас хочу. То, что двойное угол, равный динамик. Я хочу сейчас, чтобы вы мне объяснили, почему эти проведенные отрезки на самом деле перпендикулярны. Вот это линия, это биссектриса вот этого угла. Правильно? Это линия биссектриса вот этого угла. Почему они перпендикулярны? Ну, на самом деле, одно из объяснений такое. Потому что, когда у вас есть любой угол, вы проводите у него биссектрису. Но вот биссектриса смежного угла перпендикулярна. Согласны? Давайте посмотрим, как устроена биссектриса смежного угла. Она устроена вот так. Если вы мне сейчас объясните, почему эти двери именем параллельность, то получится, что здесь действительно 9 градусов. Итак, надо каким долгусом объяснить, почему биссектриса этого угла параллельна биссектрисе того? Это угол альфа? Да. Дугол альфа? Да. Вот этот угол, он разводится, так вот этот угол за 180 минус 2 альфа. Когда этот угол, этот угол за 90 градусов, надо от 90 отнять свой острый минус 2 альфа. Такой же. Вот такой же. Такой же, такой же. То есть этот угол, этот, чтобы 8 минус 2 альфа, да. Вот, и значит, значит, что вот в таком четырехугольнике у нас этот угол, этот, 80 минус 2 альфа плюс альфа, это тоже альфа. Потому что, если... Оказывается, что это альфа. Да, это альфа дальше. Ну вот, это 180 минус 2 альфа плюс... Ну, плюс 2 альфа равно 180. Поэтому сумма противоположных углов 180 градусов. Поэтому четырехугольник вписанный. Поэтому, если здесь 90 градусов, то там тоже 90 градусов. Фантазия. Ну, что я могу вам сказать? Во-первых, вы правы. Во-вторых, конечно, ну, таких усилий все это не стоило. Объясняю. Вот у нас есть этот угол. Смотрите. У нас есть этот угол. Неужели вы не понимаете, что вот эти две стороны перпендикулярны? И эти две тоже взаимоперпендикулярны. Согласны? А что бывает с углом, когда его взяли и повернули на 90 градусов? Что бывает с его бисектрисой? Она повернулась на 90 градусов. Все. Еще раз. Вот этот вот угол или этот угол. Без разницы. При повороте на 90 градусов превращается в этот. Правильно? Значит, бисектриса поворачивается тоже на 90 градусов. То есть это утверждение вообще никакого счета не требует. Ну, конечно, доказали мы перпендикулярность этих отрезков. А почему же площадь не меньше, чем половина? Площадь пересечения не меньше, чем половина площади. А потому что, господа, когда у вас есть два пенегулярных отрезка какой-то там длины, то площадь вот такого четырехугольника, вот такого, очень легко через них посчитать. Произведение диагонали. Это произведение этих самых отрезков. Пополам. И пополам. Но при этом вот этот вот отрезок не меньше, чем сторона. А этот отрезок не меньше, чем эта сторона. Согласны? Нет. Все? Повторяю. Когда вы рисуете такой вот отрезок, то вовсе не надо думать, что он параллельный. Но в любом случае он не меньше, чем сторона прямоугольника. Точно так же вот этот отрезок не обязательно параллельный. Но он не меньше, чем сторона прямоугольника. Так что каждый из них не меньше, чем соответствующая сторона.